Отец Павел 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 в этом не разбираясь. Поверьте, в обратную сторону идет все то же самое. То есть человек закончил биофак МГУ, он большой-большой молодец, но когда он начинает говорить, например, про христианство, это выпиющее просто невежество. Выпиющее. То есть речь ведь не идет про то, что ты должен верить или не должен верить, но просто ты как честный человек, ты должен говорить только то, в чем разбираешься. Вот мне кажется, если бы хотя бы для начала насколько это вообще возможно, я не знаю. Возможно, это просто фантастика и невозможно. Но если это возможно, чтобы в нашем информационном пространстве все-таки если мы говорим про, например, веру, звали именно экспертов, а если человек, даже очень уважаемый в какой-то своей области, он высказывался некомпетентно, это порицалось, было бы, конечно, это прекрасно. А второе, я... это может быть не совсем ответ на ваш вопрос, но это прям такая моя боль. Вот у нас сейчас год семьи, все говорят про семью. Ну, меня просто поражает. Ну, почему мы это сразу введем про демографию? Не решишь никаких вопросов с демографией, ни с чем, если ты не поставишь принципиально, что семья – это именно муж и жена. Дети, дети вообще здесь ни при чем. потому что муж и жена – это и есть семья. Иначе, если мы считаем, что дети – это семья, получается, муж с женой, у которых нет детей, они что, не семья? И гигантское количество разводов. Каким образом можно решить вопросы демографии? Это все равно напрямую касается и культуры, и пропаганды, так или иначе. Если у нас люди вместе просто не живут. Как они будут рожать? Как папа с мамой могут рожать, когда они просто разводятся? И меня это, уж простите, может быть, не совсем в нашу тему, но меня это поражает, что на самом высоком уровне и до самого низкого уровня, когда речь заходит про семью, никто не ставит принципиальный вопрос, что это проблема мужей и жен. И дети здесь вообще совсем ни при чем. Так это сердцевина нашего вопроса, потому что именно на культурном поле образ семьи может быть предъявлен. Если у нас нет образа семьи, если у нас такая статистика и такая многолетняя практика, если мы занимали и продолжаем занимать первое место по абортам и в количестве, и в пропорции, то как это сделать? Только на культурном поле создать образ семьи. Вот я сейчас скажу, священники не носят кольца. Патриарх несколько лет назад сказал, что священники могут носить обручальные кольца. Я ношу обручальное кольцо, я верен своей жене, это для меня, это буквально орден. Орден. То есть сегодня мужчина, который любит свою жену, он ей не изменяет и старается жить честно, то кольцо на пальце – это орден, это знак чести. Как один вот когда человек, вот знаю такую историю, в 19 веке, он жену свою похоронил, будучи молодым, и остался верен до конца дней, и когда он уже совсем пожилого хоронили, он попросил, чтобы на могиле написали «Честь имею». Вот что такое обручальное кольцо. Вот мне кажется, хотя бы даже если мы не касаемся христианства, хотя бы по семейным ценностям, но это тоже открытый вопрос, потому что у нас даже урок семьеведения исключен, его хотели вести, а теперь он будет факультативный, то есть здесь тоже такая. Субтитры создавал DimaTorzok